всем привет добрый добрый вечер здравствуйте 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 всем привет девчонки добрый добрый вечер здравствуйте 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 всем привет спасибо за сердечки здравствуйте девочки всем привет привет я сегодня без яркой помады потому что поменяла элайнеры и в общем помада все остается на элайнерах так что я пока привыкаем добрый вечер здравствуйте всем привет добрый добрый вечер анюта привет ирочка привет здравствуйте девчонки всем привет пока мы собираемся я расскажу о планах на ближайшее время на ближайшее будущее напишите звук пишут нет звука напишите слышно меня и видно ли меня ой ну смысле хорошо ли видно привет девчонки всем привет тюмень привет здравствуйте пишите слышно хорошо ли и хорошо ли качество картинки я конечно фильтр наложила но такое я надеюсь что хорошо все чуты сочуты хорошо супер звук значит есть если у кого-то нету звука перезайдите возможно просто отключен звук на телефоне у меня такое часто тоже бывает я тоже так делаю отключая звук потому что маленький ребенок а потом забываю включить так что это все нормально все чудово звук есть все супер отлично если связь будет не очень то я перейду на мобильные данные потому что я сейчас на вай-фай вот если что перейду на мобильные данные привет привет всем привет привет армавир здравствуйте девчонки и так рассказываю о ближайших планах пока мы собираемся и сегодня будем рисовать конечно вот девочки я сегодня в stories выставляла буду участвовать в марафоне nail марафон присоединяйтесь мне бы тема змеиный принт готовлю что-то такое интересное так что обязательно присоединяйтесь серьги зачетные спасибо серьги прям видите такие черепушечки милые у меня такие прям няшные сережки идут так и что еще такое из важного кто следит за story знает что я готовлю новогодний марафон и планирую старт 1 ноября уже есть часть программы показывать не буду держу интригу сделаю где-то через недельку анонс марафона так что тоже следите за stories и обязательно в stories предупрежу об анонсе так ну и что такое еще самое самое интересное наверное все сказала если что-то вспомню скажу обязательно в эфире во время рисования прошу прощения за мое шуршание именно шепеляние я пока привыкаю к новой аппаратуре во рту так что буду немножко смешно разговаривать но ничего страшное главное чтобы хорошо рисовала все остальное ерунда ну что ж девочки я перенастрою камеру и мы будем с вами начинать и сегодня 1 в эфире отправила своих мальчиков на прогулку чтобы они мне не мешали и ура тишина так давайте буквально секундочка вертолетики и будем начинать потолок хвастаюсь потолком саша сам красил вот это меня бардачок конечно тоже не обращаю внимание все нормально так я сейчас пока вот там положу дизайны а буду настраивать тем временем свет и телефон именно чтобы хорошо стоял чтобы я его не дергал девочки сегодня мы с вами нарисуем дизайны с литьем фольгой дизайны которые покорили сердца многих вот и мы сегодня продолжим эту тему татьяна вы великолепно выглядите спасибо большое спасибо очень очень приятно я готовилась к эфиру волосы помыла укладку делала что же вы девочки все серьезно так сейчас я поставлю все так чтобы я не дергала потом телефон чтобы я не выходила из кадра и все будет у нас отлично сейчас вы пока можете себе скринить чтобы вас все образцы были эфир сохранять в инстаграм не буду эфир будет на ю тубе а в инстаграме сделаю просто нарезку мастер-класса то что длинные эфира вы все равно не смотрите до конца вот поэтому буду делать нарезку мастер-класса целиком эфир загрузим на канал youtube кто еще не подписан на мой канал youtube девочки присоединяйтесь пожалуйста в вечных stories там где онлайн есть ссылочка на канал youtube он также называется таня ровно его можно легко найти так что если что заходите в гости на ю тубе там очень много уроков с прошлым с прошлого года позапрошлого года так что там тоже много интересной информации для себя найдете на ю тубе то не ровно также то не ровно и так ну что ж мы сегодня с вами сделаем ножнички потому что ножнички вот больше всего в этом году как-то вызвали интерес у всех но если успеем сделаем булавочку что касается вот этих мастер-классов вот этих то есть дизайном они у меня есть мастер-классах в ленте в профиле вы просто пролистаете вниз и увидите там они есть в мк фото коллаже тоже можете посмотреть техника будет тоже все будет тоже просто другой рисунок и я добавила сегодня вот сделала еще вот такую стрелочку тоже ну как вариант так то сказать он и дыма си эфиры до кентя на можно и рваться но просто статистика показывает ли что они смотрят многие эфиры когда длинные вот поэтому я буду делать маленькие нарезки мастер-классы и так с чего же мы начинаем хочу успеть два дизайна так что буду начинать чтобы мы успели нам понадобится фон фон берем любой нюдовый я для себя выбрала 313 из коллекции нюд он идет такой бежевый холодный оттенок вот здесь идет более с розовинкой но это уже по вашему вкусу подбираете себе можно даже делать на камуфлирующую базу тоже будет супер бомба либо на камуфлирующий гель это уже по вашему желанию фон я подготовила заранее нанесла этот цвет просушила в лампе одну минуту перекрыла топом теклес просушила две минуты либо любым топом без липкости каким каким вы работаете и нам теперь нужно его забаффить этот фон баффиком баффим старым который мы уже не пользуемся для клиентов для ногтей а используем только вот для дизайна баффи полностью наш фон я сейчас уйду из кадра чтобы быстренько забаффить чтобы мы не теряли время и не теряли сознание от того что баффик туда-сюда прям в кадре блин не могу все слова выговорить нормально некоторые слова приходится просто заменять на другие потому что я не могу их произнести но ничего всего-то ходить-то 9 месяцев с элайнерами после того как забаффили обязательно обезжириваем снимаем просто вот эту всю пыль и мы готовы рисовать чем же мы рисуем для того чтобы отпечатать фольгу ну конечно же черным тюльпаном кто еще не знаком с черным тюльпаном это краска гелевая с очень крутой липкостью именно для отпечатывания фольги вот если до этого вы пользовались всякими там клеями да возможно какими-то там другими гель-лаками переходите на черный тюльпан вот поверьте без проблем никаких нюансов с полюгой у вас не будет если вы работаете черным тюльпаном важно только правильная просушка и просушка будет зависеть от вашей лампы насколько ваша лампа уже вам послужила поработала может быть от 30 секунд и до двух минут вот у меня лампа уже не новая так что я сушу дольше кисть буду использовать линеарная 5 дробь 0 темная синтетика кисть для тонких линий тоже можно взять любую свою какую-то кисть которой вы любите красота требует жертв да красота точно требует жертв ну что ж мы начинаем именно с ножничек и сейчас покажу с чего наши ножнички начинаются как же их нарисовать так красиво смотрите ножнички мы будем начинать именно с маленького такого перекрестка к переведу еще вот смотрите делаем просто такие тоненькие линии широко не разводить их потому что ножнички выйдут очень широко открытые а нам это не надо вот можете фиксировать в лампе можете оставить сейчас подождите что-то нащелкала не то комментарий убрала случайно я смотрю что резкости нет поэтому чуть-чуть буду вот можно зафиксировать лампе можно сразу рисовать я буду конечно сразу рисовать чтобы время не терять поэтому начинаем выполнять именно уже наши ушки ножничек ушки наши это два кружочка но это наверное самое сложное будет нарисовать именно кружочки потому что само лезвие ножничек рисуется просто а вот кружочки чтобы красивые вышли даже вот если у вас кружочки не получаются одинаковые вы же знаете что ножнички бывают разные особенно если брать садовые ножницы да либо там вот эти как это они называются швейные ножницы до которые используют они там могут быть с разными вот этими ушками может быть одно ушко побольше другое поменьше так что возможно вот фирма выпустила такие ножнички кривоватые ножнички б.у. так что если одинаковые кружочки не получится тоже ничего страшного конечно все зависит всегда от вашего отношения знаете как картинка есть миром правит оптимисты так что всегда должен быть позитивный настрой я простите сейчас не смотрю в экран на ваши комментарии если есть какие-то вопросы я поставлю сушить в лампу и тогда смогу ответить потому что сейчас никак мы комментатор на прогулки с коляской с боссом так что я 1 1 1 делаем переход от наших ушек к основе наших ножничек сейчас ушки сделаю тоже такие по толстее просто рисуется она девчонки быстрее и легче если конечно не под камеру так что вы не переживайте у вас будет все лучше вот ушки есть и и теперь начинаем рисовать лезвие 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 девочки тоже сначала рисуйте просто вот линию обозначаете длину также линию в другую сторону вот я даже немножко их больше закроем потому что широко открыла и теперь добавляем толщину немножко подымаемся вверху и спускаемся на тонкое окончание вниз я не в коем случае не называю это дизайн экспресс это не идет самый быстрый дизайн но смотрится он шикарно согласитесь особенно если у вас есть клиенты парикмахеры это просто находка будет для них так что советую все таки в ассортименте такие дизайны иметь тоже не вижу комментарий сейчас делать так или не делать это всегда ваш выбор нужно заменять втиркой многие вот спрашивали я проводила такой прямой эфир в рамках марафона многие спрашивали можно ли заменить втиркой конечно можно заменить втиркой можно вообще не делать вот это ваш выбор я люблю именно эффект фольги именно как блестит фольга так что здесь по вашему желанию ну что теперь мы сушим в лампе столько сколько нужно нужно просушить именно в вашей лампе краску гелевую черный тюльпан для отпечатывания фольги моей лампе это уже будет полторы минуты потому что у меня лампа уже работает несколько лет может быть если лампа новая может быть 30 секунд может быть 45 секунд вот эта красочка черный тюльпан для отпечатывания фольги я сейчас прокручу комментарии возможно были какие-то вопросы если смогу прокрутить да 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 смотрю смотрю все далеко крутить не буду потому что я потом не вернусь обратно эфир сохранять не буду эфир будет целиком только на канале youtube а в инстаграм будет нарезка мастер-класс какие следующие наши действия вот мы нарисовали краска черный тюльпан теперь мы сушим в лампе нужное количество секунд сколько нам понадобится для этого я вот советую сначала протестируйте свою лампу если вы не работали с фольгой своей лампы еще протестируйте свою лампу сколько секунд нужно сушить именно в вашей лампе чтобы вы на клиенте не делали вот этих несчастных случаев что где-то там не досушили и у вас фольга осталась жирная и не отпечаталась пересушить черный тюльпан но практически нереально это если вы уже просушите там не знаю минут 10 забыли прям вообще про клиенты ушли пить кофе и сушили долго-долго и то скорее всего отпечатается я вот забывала сушила 3 минуты все равно печаталась прекрасно фольга так что не переживайте давайте вот пока сушится я следующий дизайн тоже начну надеюсь успеем здесь мы нарисуем с вами булавочку и тоже у меня здесь фон нанесен просушила перекрыла топом без липкости и забафила обезжирила и рисую булавочку булавочка на самом деле у меня тоже есть мастер-классе в ленте но она там фото коллажа а я сейчас с вами сделаю именно полностью главное всего нарисовать булавочку а листик там либо вот даже вместо листика можно добавлять грибочек например ну это прям если грибник у вас клиент рисуем вот такую половиночку возвращаясь наверх и формирую ушко нам внутри нужно оставить такую дырочку похоже на замочную скважину я сначала вырисовываю а потом все закрашу ну кто со мной не первый раз прямом эфире знает что кошка обязательно будет храпеть на заднем фоне так что все как всегда анфиса уснула мы закрываем наше ушко теперь спускаемся вниз и внизу рисуем кружочек сначала кружочек а потом уже будем отводить в сторону острую часть нашей булавочки новогодний марафон девчонки увидела комментарии одним глазом новогодний марафон планирую старт с 1 ноября надеюсь что все звезды сойдутся и все у нас получится и мы с 1 ноября стартанем и теперь отвожу тоненькую острую часть нашей булавочки она у вас должна быть чуть чуть выше чем ваше ушко чтобы по логике вещей у вас булавочка могла закрыться навожу чтобы была линия четкая и сушим в лампе также в зависимости от вашей лампы насколько она у вас новая я буду сушить своей лампе полторы минуты у меня лампа эми но она у меня старая так кисть у меня линеарная 5 дробь 0 темная синтетика кисть марки эми и на ю тубе меня можно найти очень просто таня ровно спасибо лили и кому нужна ссылка на канал youtube она есть вечных stories именно подписано онлайн там есть ссылочка на канал youtube так наши ножнички просушились теперь нам понадобится серебряная фольга я взяла специально для эфира новый кусочек это фольга эми сейчас я посмотрю если у меня именно показать вам нету именно самой упаковочки это фольга эми также фольга эми просто серебро называется использует также желтое золотое золотое если хочу сделать именно золотые какие-то элементы то использую именно желтое золото это две моих любимых фольги печатаем прижали раз-два-три оторвали никаких перекатывающих движений не надо делать прижали раз-два-три оторвали видите все прекрасно печатается покажу с другой стороны нету жирных пятен возле нашего отпечатанного места значит мы краску просушили правильно если вы отпечатали у вас остаются жирные какие-то следы значит вы краску не досушили если не печатается фольга возможно вы где-то тронули краску и сняли липкость пересушить черный тюльпан я говорю что это практически нереально разве вы вообще забудете о том что он у вас в лампе так допечатываем маленькие участки и я всегда когда делаю вот такие элементы с фольгой датираю пигментом чтобы прям вообще никакого остатка следа черной краски не осталось использую просто китайский пигмент хромовый серебро краска с липким слоем до краска с липким слоем и втираю кисточкой пигментик тогда у вас литье будет ну просто супер идеальной какие-то маленькие остатки вот черных точек у вас полностью закроется закроется пигментом и литье будет супер супер идеальное убираю кисточкой излишки нашего пигмента и вот смотрите все нас полностью блестит сейчас уберу только посерединке если у вас какая-то липкость была на фольге то туда в отрется пигмент поэтому потом аккуратненько если что-то есть убираете фиксируем в лампе обязательно фольгу подсушивать и даже если вот вы прям считаете что краска хорошо вас просушена фольгу фиксируем всегда секунд 15-30 фиксируем фольгу на месте ну плюс у нас здесь пигмент его тоже нужно подсушить вопрос если краска остынет можно на холодную краску печатать можно можно печатать на холодную краску здесь нет именно такого момента что только на горячий черный тюльпан даже если она у вас остыла все равно отпечатается там остается липкость именно не температура а липкость важна я тоже часто забываю сразу отпечатать ничего страшного все отпечатается и до сушующим мы зафиксировали наши ножнички и смотрите следующий момент какой мы будем рисовать листики если вы знаете что вы нарисуете листики с первого раза вы можете не перекрывать ножнички но если вы знаете что у вас с листиками проблема и вы можете где-то что-то вытирать подтирать лучше перекройте ножнички топом чтобы вы ни в коем случае не испортили лицо фольгой какими цветами буду рисовать листики подмалевок листика я сделаю цветом сердце пустыни 241 любой какой-то рыжий какой рыжий горчичный оттенок используйте здесь нет принципиально именно этот цвет просто любой какой-то оттенок который подходит под листик цвет даже желтый можно использовать кисть линия кисть простите мазок номер полтора рублев одна из самых моих любимых кисточек которые я использую и рисуем листики одну часть листика я буду выводить на ножнички вот в данном 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 моменте это будет у меня хвостик но чтобы показать что мои ножнички вот будут прям резать листик рисуем подмалевок листичка 1 и маленький нарисуем внизу но я думаю что за период осени все научились рисовать листики уже все таки прошло полтора месяца если еще кто-то не умеет рисовать листики есть у меня прекрасный курс идеальная осень там очень много вариантов именно таких осенних вариантов именно с листиками с грибочками не желтями а вот этими как они были не забыла каштанами ссылка в шапке профиля сушим в лампе 30 секунд наша булавочка тоже просушилась и мы можем ее также отпечатать повторяем все то же самое печатаем серебряную фольгу 1 2 3 отпечатали 1 2 3 отпечатали надавливаете надавливайте на типсу на ноготочек но не так прям чтобы чуть ли палец не сломать клиенту прижали посчитали до 3 до 4 и оторвали сейчас я отпечатаю и расскажу чем сердечко рисовала допечатали и теперь втираем также пигмент хромовый серебряный набираем чуть-чуть используя кисть для втирки это на самом деле кисть для визажа по моему для теней туле для бровей датираем все убираем излишки и вот она наша идеальная булавочка и на этом этапе на нашу булавочку мы можем наколоть листик сердечко еще раз говорю грибочка не имеет значения вот что хотите чем я делала здесь сердце в этих вариантах я здесь добавляла рисовала подмалевок краской из шиммером и добавляла красные конфетти ну это по вашему желанию вы можете сделать просто красным цветом любым гель-лаком либо в тирку сделать какое-то здесь у меня конфетти красные еще так подсушу обязательно нашу булавочку чтобы я ничего не испортила когда буду рисовать подмалевок здравствуйте привет девчонки здесь следующим оттенком kumquat такой прям рыжа кирпично-оранжевый будем затемнять наши листики листики в этом дизайне вы прям рисуете максимально примитивные никаких там сложных каких-то этапов не выполняете потому что у вас уже время ушло налить ее на ножнички допустим нашем варианте так что листики старайтесь уже выполнять максимально быстро без лишней затраты времени вытираю кисть и просто цвет свожу на нет по центру нанесла маленький также если листики не хотите вот допустим осень закончилась хотите сделать такой дизайн можно добавить у нас есть вариант с травкой но я говорил что это не трава а волосы блондинки просто перепаленные сушим лампе 30 секунд вот смотрите вариант где у нас травка идет можно просто травку добавить можно желтые листики зафиксировалась наша булавочки и здесь тоже быстренько добавлю листик добавляю листики потому что чтобы успеть два дизайна вы принцип сам поняли да неважно что вы там будет накалывать главное красиво сделать литье а что уже добавить это по вашему желанию обязательно вот когда добавляете листик вы должны кусочек острой части именно вот этого наконечничка оставить не прокрашенным чтобы был эффект того что вы накололи листик кисть у меня мазок номер полтора довожу аккуратненько вытираю чтобы подвести все вот тут обязательно прям так аккуратненько подводите ровненько все эти листик даже напоминает сердечко вот сушим лампе 30 секунд на была булавочка сердечком есть у меня в профильный мастер-класс девочки пролистайте ниже найдете мастер-класс именно булавочка сердечком и там вилочка сердечком ножик сердечком это дизайн из прошлого года они есть мастер-классе там так девчонки что дальше мы делаем с нашим листиком мы делаем тонкую обводку и затемнение для этого я смешаю две м-пасты но не принципиально брать именно м-пасты краски без липкости можно просто взять какие-то темные цвета гель-лака почему беру м-пасту потому что она будет хорошо держать линию если рисовать гель-лаком больше будет растекаться если рисовать м-пасты конечно это удобнее поэтому из-за удобства чтобы вышла работа чистая я буду использовать именно м-пасту вот она каштан и гранатовый сок их мешаю между собой можно на самом деле взять одну просто бордовые но я люблю каштан добавлять из-за шиммера девчонки я сегодня сама в эфире так что пропускаю немножко комментарий но если у вас останутся вопросы можете задать либо в директ либо под мастер-классом я сделаю нарезку мастер-класса выставлю и сможете задать вопрос если что-то было непонятно в эфире хочу обязательно успеть просто два закончить дизайн чтобы вам было прям для отработки проще обвожу с одной с другой стороны и стараюсь линию не делать ровные а прям вот такие видите прям делаю немножко прогибающие такие движения добавляю прожилки я думаю с листиками проблем у вас не будет опускаю вниз палочку и маленький листик мы также делаем обводка я маленький листик специально прятала немножко за большой так и делаем также прожилки здесь важно не поставить сушить а будем сразу размывать наши прожилки сухой кистью чтобы сразу притемнение пошло меняю кисть на мазок и вот сухой кистью кое-где прям тушую макая кисть в краску вот хочу носит немножко притемнить еще раз говорю мы листик должно сделать побыстрее поэтому мы и сразу все это постараемся сделать максимально с экономией времени поэтому я вот сразу где-то притемняю сделала водку сразу где-то добавляю притемнение где-то какие-то пятна на листике показываю что листик уже и так у нас начал портиться поэтому не жалко его разрезать как говорится в этом мастер-классе ни один листик не пострадал фиксирую в лампе 15-30 секунд нам достаточно были для нашей им пасточки и то же самое все повторяем здесь используем цвет рыжий кумкват притемняем наш листик притемнение выполняю именно по серединке спасибо за ваши сердечки девочки краешком глаза вижу экран поэтому вижу что сердечки летят и так же сушим в лампе 30 секунд так можем еще раз навести тонкой кистью обводку если вы где-то сильные стушевали можно просто пройтись по центру добавить линию прям чтобы осталась четкая линия если все нормально нигде ничего не стушевала сильно то можете сразу рисовать следующий этап это у нас будет тень по фону и для тени по фона мы будем мешать черную краску стопом без гибкости топ теклас и черный тюльпан либо черный гель лак вот здесь вообще не принципиально ставим топ на палитру добавляем черный цвет и делаем полупрозрачный такой оттенок колготки 1015 д именно вот эта дымка такая тень возле нашего элемента серебра делает красивый 3d эффект начинаем добавлять возле наших ушек я делаю с одной стороны если у меня свет с правой стороны значит тень у меня будет с левой стороны и и тень у вас должна полностью повторять контур именно вашего рисунка если мне еще тень упадет вот так под листиком возле ушка тоже делаем тень и нам нужно сделать тень еще от листика так как свет у меня идет с правой стороны тень возле листика у меня будет уходить вниз от этого листика уже пойдет нормально ну все сушим в лампе 30 секунд обратите внимание как сразу оживляется дизайн со стрелой классный да да со стрелой это только вот сегодня свежачок сделан это просто дальше обыгры простите не выговорю это словах дальше вы просто продолжаете эту идею с другими какими-нибудь элементами вот придумайте что там можно еще такое добавить какое-то холодное оружие пистолет какой-то до добавить но в общем ваша фантазия и просто знание техники наша булавочка продолжаем булавочка на было на булавочке мы также делаем обводку м пастой гранатовый сок плюс каштан ту же что мы мешали для наших листиков предыдущем дизайне обязательно вот обводите то место где у вас дырочка показывайте затемнение в этом месте чтобы сразу дизайн был максимально реалистичный и обводим тоже наш листик со всех сторон на следующей неделе обязательно тоже выйдут прямой эфир у нас уже по традиции эфиры идут пятницу так что я вам заранее сделаю анонс возможно даже это уже будет презентации новогоднего марафона посмотрим новогодний марафон специально делаю в ноябре чтобы вот в начале ноября чтобы было достаточно времени подготовить планшетки для клиентов ну и конечно отрабатывать дизайны потому что потом декабрь начнется самый жаркий месяц для мастеров и времени на то чтобы что-то готовить такие какие-то там типсы дизайны конечно же не будет поэтому делаем все заранее опять же не сушу а немножко тушую наши линии притемняю носик где-то добавляю пятна чтобы показать что листик уже у нас тоже подсыхает слушаем в лампе 15-30 секунд а через неделю же марафон в это время да это пятница попадает люд если это пятница попадает то есть и конечно перенесу свой я же в днях теряюсь так смотрите что мы дальше делаем с нашим листиком в этом варианте можно на листик поставить еще блики неоновым цветом если уже прям есть у вас на палитре неоновый лазерный лимон добавляем им чуть-чуть до 22 это получается у меня прямой эфир будет по змеиному принту так что до сделаю эфир тогда свой либо в четверг либо в субботу фиксируем здесь тоже сразу можно добавить высветление неоновым цветом чтобы листик был натуральным и добавляем тень тень добавляем тем же что мы намешивали для нашего варианта с ножничками там где у вас головка вы прям тень делаете жирненькую так же да как у нас здесь идет а вот там где тонкая часть вы и тень должны делать тоненькую 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 только в этом варианте у вас тень может отпрыгнуть от вашего рисунка колечко тоже показываю ура товарищи ура эфир сохраните саша вернулся с прогулки сможет читать ваши комментарии саша присаживайтесь пожалуйста мы тут прям вот скучали я не могу читать комментарии не успеваю сохраните в youtube до все сушим лампе 30 секунд 15 тоже змеиный принт будет 22 октября читайте последний пост в моем аккаунте вот в ленте последний пост я участвую спикером марафоне и там буду показывать змеиный принт перекрываем нашу фольгу смотрите чтобы фольгу хорошо закрепить можно перекрыть один раз топом без липкости потом матовым топом либо перекрыть топом слайдер он прекрасно держит птирки фольгу вот все просто закрепляет на ура я сейчас быстренько перекроем питон черной пудры вот небо мне не буду не скажу что будет потому что готовлю еще не только вот классический принт змеина а еще что-то такое интересненькое сушим лампе 30 секунд и перекрываем матовым топом опять пропустила самое интересное здесь тоже самое перекрываем топом где воз где воз где сын с дедушкой бабушка наверное бабушка и перекрываем матовым топом я буду использовать топ виктория вин матовый без липкости вернулся и пригли в работу ну а как же вернулся и сразу в работу так по матовому топу мы тоже будем прорабатывать наш дизайн но там проработка будет очень такая простая просто продублируем топом без липкости и можно будет поставить стразы либо продекорировать дизайн эмпасты ажурное серебро ажурное серебро ажурное серебро эмпасты вот много вопросов задавали именно как я сделала вот эти вот такие маленькие маленькие точки по наших дизайнах видите это эмпаста ажурное серебро это все м пасточкой просто поставила точки для того чтобы дизайн выглядел посложнее но на самом деле ничего сложного нет но и стразик все пропустила это наклейки или от руки это все от руки нарисован так у нас ножнички уже просушились и теперь дублируем топом без липкости дублируем топом либо текла с дублируем до либо вашим топом без липкости которым вы работаете который у вас есть в работе сейчас я поставлю капельку и дублируем сеньки веримать хорошо хоть что-то могу сказать мне кстати сегодня ученица прислала работы с последнего марафона пейзажи написала текст на английском языке ну я переводчиком воспользовалась и там вот текст идет что она вообще не знает язык не понимает что я рассказываю но просто повторяет то что я показываю в камеру девочки там такие пейзажи красивые получились вот реально я поражаюсь как вот так люди не зная идут марафон и все равно показывает очень хорошие результаты ой классно прелесть необычно ну здорово спасибо большое круто и тень и ярко спасибо вот саш ты пришел а как-то наш стал не так одиноко а то понимаешь что люди что-то пишут они успевают читать глянцевым топом глянцевым топом что-то людей меньше стало я пришел войну все они выдумывай может люди заняты муж тоже муж с работы где-то пришел либо клиентка пришла не начинай это не ты не переживай все сушим в лампе 30 секунд фиксируем а кстати можно сразу вот чтобы даже вот не тратить потом время про ставить капельки росы на наших листиках красота глаз не оторвать спасибо ты сосчитаешь комментарии или ты просто так от себя добыл пожалуйста сохранить опоздала сохранил на youtube а в instagram выставлю мастер-класс нарезку сделаю так что сохранить девочки покажите нам stories пейзажи девочки да я покажу я уже сделала скрин и выставлю сегодня спасибо большое очень круто спасибо девчонки спасибо вам за то что смотрите эфир кистью сейчас работаю мазком но просто носиком видите наношу и дублирует топом без липкости важно использовать такой матовый топ который после покрытия топом без липкости становится полностью прозрачным тогда ваша фольга будет красиво блестеть есть просто такие матовые топы что они как с дымкой вы их потом покрываете глянцем а красоты фольги уже нет все матовый топ уже все в сожрал ну и капельки сушим лампе 30 секунд ставим стразик нам густую базу вот какую вы используете в работе самую-самую густую базу вот на ту и ставите стразик ну я конечно использую базу который у меня проверено уже годами это база эми макси база макси она густая и прекрасно держит стразы вот просто намертво так что девочки можно просто даже купить маленькую баночку чисто для страз это сто процентов что будет стразик дерзаться 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 будет стразик редко смотрю прямые эфиры но на ваши напоминалки ставлю спасибо это просто для меня большая похвала спасибо девочки я вижу что многие ставят напоминание поэтому и делаю вам специально напоминание в stories нам наоборот больше нравится когда мужчина коми коменты читают видишь саша ты сразу же опоздала извините это кирки кирка или литье видите я стразик поставила так стразик поставила так что меня вот здесь прям ободочек остался от базы сушим в лампе 30 секунд и продолжаем наш дизайн спасибо спасибо огромное здесь у нас стразика не будет но здесь мы продублируем именно м пастой ажурное серебро точки на нашей головке булавочки кисти буду использовать для этого специальную кисть который у меня уже под сушилась кисть который уже просто непригодна для рисования она сухая но я ее использую специально для того чтобы ставить точки это у меня линеарная белая синтетика она просто по несчастному случаю высохла вас нельзя не смотреть вы очень понятно объясняете и заряжать энергией даете вдохновение спасибо огромное спасибо не останется в записи хочется сделать тоже не попала на начало останется в записи целиком на канале youtube я сегодня выставлю еще ссылку на youtube в stories чтобы долго не искали а в instagram сделаю просто нарезку как настоящий настоящие ножницы булавки татьяна вы волшебница и как вы это все придумываете вы фантазерка у вас золотые ручки татьяна волшебница спасибо большое девочки спасибо на самом деле все дизайны они берутся просто из того что видишь вокруг вот ножнички у меня просто на джинсах на карманах ножнички маленькие такие посмотрела думаю нужно сделать на ногтях сушим в лампе и теперь просушка уже будет две минуты здесь мы тоже самое здесь мы дублируем точками наши ушки если вы это не сделаете ничего страшного это просто как дополнение идет уже можно без дублирования им пастой это я просто уже так листочек круче круче без точек ну все поздно мне кстати было пару вариантов без точки я сегодня перед эфиром просто забабахала все точками хочется просто отделить именно лезвие от рукоятки поэтому добавляю вот такие точки и сушим в лампе тоже одну минуту что касается нашего стразика если вы долго просушите липкости практически не будет вот здесь возле страза от базы но если липкость осталось вы просто обезжирьте топом без липкости не покрывайте потому что сильно блестеть будет по фону попадет топ на фон и будет слишком блестеть с точками богаче до точки по желанию можно еще раз продублировать вот если хотите чтобы эффект вообще получился как бульонки да можно точки продублировать и тогда и паста ляжет в высоту если достаточно вам просто в один слой то конечно и в один слой наоборот с точками как винтажные ножницы ручной работы все сушу здесь дублировать уже не буду здесь оставим так когда вы все успеваете с маленьким ребенком ничего не успеваю на самом деле вот просто ничего не успеваю и ничего страшного что не успеваю вот так я решила смотрите девчонки мы сегодня с вами успели ура сделать вот такие два образца кто будет отрабатывать обязательно отмечайте меня в стори чтобы я тоже следила что у вас получается если кому-то долго не отвечаю в директ девочки дублируйте свои сообщения еще раз потому что бывает что просто где-то опустится вниз сообщение я его пропущу это я сразу говорю тем кто долго ждет ответа я буду выходить сохранять эфир чтобы успеть выгрузить его еще сегодня на youtube еще раз показываю дизайны которые на эту тему можно сделать и надеюсь тоже на вашу фантазию что вы еще добавите что-то своем всем спасибо большое за внимание до встречи в следующем эфире присоединяйтесь в марафон nail марафон который у меня есть в анонсе в ленте и будем с вами делать змеиный принт всем пока хорошего продолжения вечера дня и ночи пока пока